МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Минувшая неделя запомнится жителям Ульяновской области рядом громких публикаций в региональных печатных и электронных СМИ. Журналисты побывали в самых разных уголках нашей малой родины и показали общественности проблемы, о которых местные власти предпочитают не говорить. На дворе 21 век. Сложно себе представить, что во времена технического прогресса и инноваций в Ульяновской области все еще есть населенные пункты без элементарных коммунальных удобств. Я приглашаю к микрофону исполняющий обязанности главы администрации Крамысловского сельского поселения Ольгу Рыбакину, а также начальника управления ТРЖКХ Александра Федоровича Курдюкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю для начала посмотреть наш сюжет, коллег с репортером 73, и потом уже побеседовать. Готовы? Готовы. Я вот открываю вот здесь, вот где порошок сыплю, и туда вот у меня кружка класса с дудочкой. Вот из бедра вот сюда вот лью. Деревенский хай-тек 21 века. Все удобства в доме, только толку от них практически никакого. Перебои с водоснабжением в деревне Смышляевка – притча во языцах. Разговоры в основном о неприятном, а порой о трагическом. Она появится раз и нет. Раз и нет. Я включала машину, она у меня сейчас горела. Она стоит 15 тысяч. Я где ее сейчас возьму, пенсионер? Понимаете, что творится-то? Что творится, точно знают в администрации сельского поселения. Участие в региональной программе по обеспечению качественной водой ульяновских сел и деревень восприняли в свое время как манну небесную. Однако скоро стало понятно – манны на всех не хватит. В 2009 году в деревне Смышляевка Кузоватовского района починили водопровод. Точнее, даже не починили, а проложили новый. Казалось бы, все проблемы с водоснабжением должны быть забыты. Вместе с тем, вот такие сугробы перед колонками, которые установлены здесь на улицах, явно свидетельствуют о том, что воды как не было, так и нет. Воду дают набегами, нет даже четкого графика, жалуются местные жители, отчего влагу в буквальном смысле приходится караулить с ковшиком в руках. Официальная версия неисправностей – малая мощность насоса, установленного в скважину, его ветхость и большое энергопотребление. Накануне смышляевцы отправили коллективное письмо в районную администрацию Александру Вильчику. А в рабочем поселке Кузоватого в это же время возник еще один казус. В районной газете вышла заметка от имени пенсионера, который вместе с супругой буквально штурмом брал вагон поезда на местные железнодорожные станции. То ли машинист не дотянул состав, как положено, к перрону, то ли прицепные вагоны стали причиной. Факт того, что за две минуты стоянки поезда пришлось не только бежать по снежным заносам и шпалам, но еще как-то подниматься с земли в вагон, оказался почти подвигом с налетом унижения. Это очень большая проблема. И она проблема не только нашего Кузоватого, а практически каждой станции. Минуя большие города, наверное. А тут много таких станций. От Москвы до самых окраин. Сделать с перроном что-то самостоятельно районная власть не имеет права. Его имущество находится в ведении РЖД. Вместе с тем обозначенная проблема реальна, и от нее не отмахнулись, как вполне могли бы сделать иные чиновники. Есть жалобы, есть казус, есть объект. Режиссер наш, но жители наши, поэтому мы должны заботиться о каждом жителе и проверять заботу обо всех, кто к нам обращается, кто обращается в другие инстанции. Поэтому мы будем принимать всевозможные меры, вплоть до того, что будем уходить на губернатора лично, чтобы он как-то оказал содействие в рамках обращения к руководителям железнодорожной станции. Несмотря на то, что через рабочий поселок Кузоватого ежедневно проезжают десятки поездов, многие из них пассажирские, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга на Самару, мало какие из них останавливаются на местной станции. Местные жители говорят, что несколько лет назад само здание станции вообще закрывали для пассажиров, потому что нерентабельно, и только митинги населения помогли отстоять справедливости, и станция вновь открылась для тех, кто ожидает своего поезда. Так что кузоватовцы умеют отстаивать свои интересы и умеют работать, правда, все больше предпочитая родным поселкам и деревням большие города – Ульяновск, Самару, Москву. Хлеб насущий, насущенный у нас, если честно откровенно говорить, добывать очень проблематично, поскольку есть большое несоответствие людей, которые трудятся, работают, с той зарплатой, которую им выплачивают. С какой? В размере от 5 до максимум 15 тысяч. Рабочие люди получают у нас столько примерно. Такое положение дел не устраивает, по большому счету, ни местное население, ни руководство, но на кардинальные изменения ситуации потребуется определенное время, и работу по созданию благоприятных условий труда и жизни нужно вести постоянно, не откладывая на потом принятие важных решений, оперативно реагируя на любую жалобу и недовольство. Именно в этом заключается сам смысл существования власти на местах. Вот такой вот сюжет. Скажите, пожалуйста, у вас есть как прокомментировать увиденное? Ну, в частности, мы прекрасно видели, что на момент посещения репортерами заявительницы абонента, у нее вода в доме была. То есть вы считаете, вот то, что вот тихонечко, без напора... А вы уверены, что кран полностью открыли? Вы в этом уверены? Да, я в этом уверена. Я вот в ней не уверен, что кран полностью был открыт. То есть вы сейчас считаете, что люди врут? Не врут, я вас сейчас дослушаю до конца. Во-вторых, они подошли к колонке, которая находится около нежилых домов. Тоже все это прекрасно было видно. Эта колонка у нас была с лета отключена, чтобы зимой ее не разморозило. Так ей никто не пользуется. У всех жителей, которые поблизости, вода в доме находится. Соответственно, необходимости этой колонки отсутствует. Почему не сняли другие колонки, которые исправили? По этому водопроводу, в частности, есть 20 колонок исправных рабочих. Четыре колонки отключены, которыми не пользуется никто. Возможно, перебои с водой возникают какие-то. В период ремонта, либо в период каких-то утечек. Такие проблемы возникают, потому что все это выходит из строя, все ломается, все рвется. Нет ничего вечного. Поэтому какая-то такая большая проблема, что жители сидят круглые сутки без воды? Такого нет. То есть вы сейчас считаете, что два человека, абсолютно разных бабушки, которые об этом рассказывали, они нагло врут. Нет, они не врут. Ну хорошо, скажем так, они преувеличивают проблему. Возможно, преувеличивают, слегка преувеличивают проблему. Слушайте, вот, ну, больше наглости, знаете, я ни разу еще не слышала по поводу... Нет бы сказать, что действительно мы там разбираемся с этой проблемой. Потому что, ну, а как вот вы тогда прокомментируете ситуацию, что вот чем-то напоминает ситуация Потемковские деревни. Там, где Батьков у нас, вот, глава администрации, дал нагоняй, вода появилась. Забыл через две недели, вроде как наладили ситуацию, вода пропала. Есть такое? Нет, Александр Федорович, можно я здесь, я первую. Наталья, вы знаете, мы не, мы в том плане, что мы не просто не согласны с этой информацией, информация подана в каком-то в одном ракурсе. Именно они зашли в эти два дома, согласна, вода текет, спорный вопрос, была ли она включена на полную. Здесь мы спорим, да, есть проблемы, есть вопросы, но мы откликаемся на эти вопросы, на эти проблемы. И та колонка, что была показана в сюжете, там даже, понимаете, по сюжету видно, что к колонке нету доступа. То есть, вот, я еще раз повторю слова Александра Федоровича Курдюкова, то, что северная часть села Смышляевка запитана от отдельной башни. Башни, которая, скважина, которая была пробурена в 90-м году, действующих, установленных и действующих колонок, это 25 плюс, то есть больше 20. Четыре колонки мы зарезервированы, повторю еще раз слова Александра Федоровича, с целью их сохранить, потому что этими четырьмя колонками ни в зимнее, ни в летнее время никто не пользуется. Одна из них указана в сюжете. Рядом пустой дом, то есть, рядом с этим домом три реально пустых нежилых дома. Дальше по сюжету видно, что дома стоят рядом жилые. Подпиткой этих домов проходит, то есть, вода в доме. Это, понимаете, это село, то есть, есть жилой дом, нежилой дом, но вот удачно взят ракурс, удачно поставлен этот нежилой дом, но это жизнь, это жизнь. Это не все, например, по Смышляевке, если мы имеем жилых домов 262, это не значит, что 10, 15 или там 20 домов стоят нежилых, то есть, они бесхозные. Они могут стать 5-10 лет бесхозные, здесь просто, видите, корреспондент удачно взял для себя ракурс. Там столько красивых мест по Смышляевке, это такое активное село, вы даже не представляете. Если бы журналист приехал снимать туда местные красоты, то, естественно, с картинки были бы красивые ракурсы, понимаете? Работая журналистом, я могу вас заверить, что когда мы приезжаем по ситуации, связанной с отсутствием воды, тепла, мы обязательно просим людей, обязательно просим открывать на полную мощность краны. Потому что, именно для того, чтобы потом нам не сказали, что, да нет, это вот она идет еле-еле. Я вас уверяю, что я могу поручиться за журналистов данной телекомпании, а то, что, скорее всего, так оно было сделано. И если есть такая проблема, может быть, имеет просто смысл взять ее на заметку и попытаться решить, хотя я понимаю, что, наверное, новую башню вы прямо сейчас не построите. Там башня стоит новая, 2009 года. Тогда откуда проблема, если она новая? Проблема в том, что в этом селе, в нижней части села, грунт устроен так, что вода при порыве на поверхность не выходит. В летний период, когда жалобы стали появляться, они появляются с наступлением поливного периода. То есть, когда будет большой разбор воды, и в верхних точках села, возможно, давление воды может не соответствовать норме. Из-за большого разборка, я бы уже говорил. Ну, сейчас зима на улице. В зимний период жалобы к нам не поступало. А для данной гражданки сначала, осенью, так скажем, она к нам не обращалась. Что сделали вы в начале осени? В начале осени вопросов нет, так она не поступала. Сначала осени к нам заявление не поступало, чтобы что-то принимать меру. Сейчас жалоб появился, мы будем ее отрабатывать. Но, опять же, в зимний период проводить какие-то обследования. Мы проверили колодцы, в них воды нет, в этих колодцах. То есть, колодцы все сухие. Утечки явных на поверхности нет. Насос работает, качает. Как они говорят, то, что насос старый, его заменили в июле 2016 года. То есть, насос установлен рабочий, новый. Проблема в том, что удаленность насоса от башни километра 700. Довольно-таки большое расстояние. Возможно, где-то по дороге до башни, либо где-то там, может быть, какая-то утечка будет. Но мы сейчас в весенний период будем проводить проверки, обследование водопровода, и уже по итогам обследования принимать какие-то меры, решения. Такого, чтобы жителей воды не было совершенно, там по 6-7 часов в сутки, такого нет. Вода у них есть. Водой они пользуются могут нормально. И ревизию водозаборных колонок, вот работники МУПа мы проводим систематически каждую осень. То есть, обследуется сама колонка, обследуется колодец водозаборный, то есть, там сухо, не сухо, отключены летники. То есть, мы не говорим, что проблемы на сегодняшний момент нет. Есть. Она возникла, она есть. И она решаться будет. С Ниной Григорьевной, которая в сюжете идет как основной корреспондент, мы общаемся с ней постоянно. То есть, мы отвечаем на ее звонки, и МУПы, и старосты села, и администраторы села. Мы не говорим, что проблемы нет. Если она возникла в настоящее время... Подождите, как вы не говорите, что проблемы нет? Вот только что ваш коллега сказал, что никаких обращений вообще... Она обратилась сейчас. Она обратилась, вот видите, согласно сюжету. Если вопрос возник, если проблема возникла, значит, она будет разбираться, она будет решаться. Но в силу того, что это зимний период, то есть, ревизию водозаборной системы, техническую сторону мы не можем посмотреть сейчас. То есть, со своей стороны, то, что сейчас возможно, мы что-то и порешаем. Но саму суть и глубину вопроса, то есть, проблемы, все это будет решаться с наступлением хотя бы плюсовой температуры. Потому что сейчас это невозможно, просто из-за погодных условий. Если выяснится, что действительно там есть проблема, как намерены ее решать? Я не знаю, то есть, если действительно там бывает, что очень большое количество времени у людей нет воды, то есть, вообще никакой. Потому что какие-то меры же предусмотрены в таких случаях? Если вода отсутствует более 4 часов единовременно, то мы обязаны обеспечить людям подвоз питьевой воды. О, точно, вот про это я и хотела вас сейчас спросить. Если подтвердится проблема, будет подвоз воды? Конечно. То есть, чтобы бабушка, которая также, например, заполняет эту машинку, да, несчастную там, тем, что умудрилась там насобирать из крана, то есть, чтобы она прям нормально так из ведра поливала, да? Это будет ее право. Ну что ж, давайте тогда перейдем к ситуации по железной дороге. Какие меры были приняты? Заметка в газете вышла несколько недель назад, я так понимаю. Все ее видели, прочитали. Наверняка уже как-то сумели отреагировать, наверное, да? Мы направили запрос в РЖД по поводу того, чтобы нам дали они разъяснение, какие нормативно-правые акты, какие ГОСТы и СНИП регламентируют и длину перронов, длину состава, который приходит, и время стоянки поезда, как что-то рассчитывается. Потому что мы не обеспечим пассажирские перевозки железнодорожные. И у нас нет таких специалистов, которые могут нам еще это пояснить. Сейчас направили запрос, как правило, есть месячный срок у РЖД для дачи нам ответа. Нам дадут ответ, и мы, соответственно, направим ответ собственнику, и уже дальше будем принимать меры по результатам ответа РЖД. Ну, какие меры хотя бы предварительные? Вы же все равно рассматриваете наперед какие-то ситуации о том, что они вам могут ответить либо вот так, либо вот так? С РЖД у нас работа так, скажем, налажена была, потому что возникали вопросы по пешеходному переходу через этот перрон. Там не соответствовал садоступенник. То есть мы также обратились к руководству железной дороги, они нам ответили, и данное замечание было устранено. Хорошо. Что по поводу там, я не знаю, скользкости, неудобных подходов? Как-то вы пытались тоже договориться с РЖД решить? Я понимаю, что это не ваше ведение, но тем не менее. Ну, во-первых, мы сами тоже, как городское поселение, обеспечивает отсыпку мест прохода людей, в том числе и через железнодорожный переезд. И сами РЖД тоже обеспечивают расчистку, люди работают, тоже выезжают, они поддерживают себя в нормальном состоянии. То есть проблема, которая была здесь показана, наверное, это просто как бы единичный случай? Нет. Я не говорю про время стоянки. То, что это проблема не только нашей станции, это проблема всей России, как вот сказал мужчина. То, что порой приходится идти дальше, чем имеется протяженность перрона. То есть, соответственно, очистка идет только перрона самого, а за перрон никто не очищает, поэтому люди приходят, пришлось в данном случае идти по сугробу и залезать уже с... Ну, если вы знаете, что такая проблема существует, почему не предъявится ничего? К нам такое обращение поступило впервые через газету. То есть раньше люди не обращались, как-то, может быть, сами с этим молча обходились этим. Но теперь обращение появилось, будем его дальше прорабатывать. Как вы его будете дальше прорабатывать? Расскажите мне. Ну, понятно, что там не ваша территория, но люди-то ваши. Может быть, я не знаю, у вас же наверняка есть какое-то муниципальное предприятие по благоустройству, которое занимается. Может быть, я не знаю, прислать мужиков туда с лопатами, почистить чуть-чуть подальше. Ну, я, может быть, дилетант, конечно, в этом. Ну, вот как-то можно решить так проблему? Опять же, чуть-чуть подальше, это сколько почистить? Ну, куда, где там останавливаться? Куда люди полезли, чтобы сесть в поезд? Есть возможность? Почистить, конечно, возможность есть. Там и расчищают пути работники железнодороги, сами расчищают. Опять же, сколько нужно почистить? Сколько вот ровно перрон закончился, дальше никто не чистит, правильно? Потому что РЖД, говорит, это не наша территория. Нет, территория РЖД. Так. Просто они расчищают перрон, чтобы люди были на перроне в нормальных условиях. За перроном расчистки необходимости не возникало, потому что никто не обращался, обращений не было, что нужно почистить дальше, так как человек... Но сейчас есть обращения. Вы им указали на это, попросили, чтобы они и дальше чистили. Сейчас, что нам они ответят, исходя из этого, мы будем принимать дальнейшие решения, какие дальнейшие мероприятия будем проводить, исходя из ответа РЖД. То есть пока бумажки туда-сюда ходят, то есть люди так продолжат лазить по сугробам? Ну, я не думаю, что они каждый день лазят по сугробам. Это был единственный случай, впервые, за сколько я работаю, ни разу этого не слышал. Я искренне надеюсь, Александр Федорович, на то, что вашим людям больше не придется лазить по этим сугробам. Я тоже надеюсь. Спасибо большое вам за то, что нашли время и приехали в нашу студию. Я думаю, что все проблемы будут разрешены. Мы обязательно проконтролируем данный вопрос. Мы постараемся. В нашем регионе ежегодно сдаются миллионы квадратных метров жилья. Новые квартиры предназначены не только для продажи, но и для переселения в них жителей аварийных и ветхих домов. Вместе с тем в Ульяновской области есть муниципальное образование, где проблема переселения стоит крайне остро. Я приглашаю к честному и откровенному разговору главу администрации Инзинского района Александра Макарова. Александр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю для начала посмотреть сюжет по традиции нашей программы, а потом его обсудить. Сыпется штукатурка, обваливается потолок, гниют полы и протекает крыша. В таких условиях вот уже не один год живут четыре семьи дома номер 2Б по улице Красных бойцов в Инзе. Квартиры здесь были не всегда. Свою историю здание начинает столетия назад. Тогда оно считалось не многоквартирным домом, а зданием казарменного типа. Спустя целый век дом буквально разваливается. Непригодным для жилья его признали лишь в марте прошлого года. Жители неоднократно обращались в районную администрацию с просьбой переселить в более комфортные условия. Ответа не последовало. От комментариев журналистам официальные лица также отказались. И с Ульянск приезжали, и по делам защиты прав детей тоже обращался все. Здесь приехали, когда свет отключили, мы два дня без света сидели. Я говорю, вот это вот где я возьму свою зарплату? Ладно, вот еще гражданский муж как-то помогает. А если бы не он? Мы сидели, мне никто не помог. Все только оплати. Прокурор Индинского района направил в суд исковое заявление обязать администрацию муниципалитета предоставить двум несовершеннолетним детям и их матери благоустроенное жилое помещение. Скажите, пожалуйста, вы сами живете в честном доме или в квартире? В двухквартирном доме. А вот в таких условиях могли бы жить? Думаю, что с трудом. Наверное бы нет. Тогда возникает вопрос. Вот журналисты говорят о том, что от комментариев официальные лица отказались, прокуратура обязала предоставить жилье. Почему отказались комментировать? Есть что скрывать или нечего сказать? Наташа, абсолютно нечего скрывать. Но за неполных два месяца работы моей надложностью главы администрации муниципального образования Ниндинского района я уже успел встретиться с жительницей, соответственно, Лесину Оксану, которая имеет троих детей. Одна взрослая и двое детей. Да, несовершеннолетних в 11-4 классе. Да, к сожалению, у нас это присутствует. И данный дом у нас на контроле. И то, что пишут ему на самом деле порядка 100 лет. Но, к большому сожалению, все, что касается переселения из-за аварийного жилья, она встала на очередь только в 2016 году. То есть, по сути дела, сегодня вообще, на сегодняшний день в муниципальном образовании Ниндинского района идет активная работа и по строительству, и, соответственно, по переселению. У нас есть, собственно, неплохие показатели. Но, опять же, к большому сожалению, с учетом задержки, оформления документов, уважаемая Лесина и Оксана, сейчас она стоит 45-й в очереди, и она не подпадает под тот список по переселению, который мы в этом году завершаем. Это все то, что касается... До 2012 года подавались эти списки. Мы в этом году завершаем в полном объеме переселение наших жителей из аварийного жилья. Ну и уже, если программа будет, соответственно, продлена с 2016 и до 2018 года, конечно же, мы обязательно приложим все усилия ее заселить. Но, опять же, сказать о том, что мы не уделяем внимания на протяжении этого периода, точнее сказать, мои коллеги, достаточно внимания уделялось этому дому, конкретно этой семье. Я не буду сейчас... А чем конкретно уделялось? Именно администрации района, моими коллегами, я имею право их сегодня называть, то же самое они выходили с ходатайством в другие органы, значит, и соцобеспечения, и ей из года в год, начиная порядка, если я не ошибаюсь, с 2012 года, ей регулярно выделялись денежные средства. Это на оплаты за электроэнергию, на ремонт, всевозможные ремонты и так далее. Но, к сожалению, там есть такие моменты, когда... Ну, я не буду сейчас осуждать ее, конечно же, имея троих детей там, действительно, там без второй половины, обеспечивать достаточно там и в полном объеме свою семью и делать там ремонт, оплачивать и так далее. К сожалению, в этом доме еще и нет и газа. То есть у нее там печное отопление, потом ей сделали электроотопление, за неуплату ее отключили. То есть, понятно, у нее затраты очень серьезные. Ну, я к чему разговор веду? Мы сейчас... Дело в том, что мы не обсуждаем сейчас героиню нашего сюжета, мы сейчас говорим конкретно по ситуации переселения из аварийного дома в более комфортные условия. То, что требует, собственно говоря, прокуратура Инзинского района. Скажите, пожалуйста, вообще в Инзинском районе есть маневренный фонд? К сожалению, нет. Вот в данный момент, в общем-то, мы по факту вот сейчас оперативной съемки, которую показали, мы предлагали, значит, у нас есть, как мы в народе там называем, на улице Мира там 17 общежития, но, к сожалению, их пока не устраивает. То есть мы предлагали в том числе вот и данным жителям. А что конкретно их не устраивает? Ну, во-первых, нужен тоже самый ремонт в этом муниципальном жилье, но мы держим на контроле данный дом, данных жильцов и при малейшем появлении возможности, я имею в виду маневренного фонда, как вы сказали, мы, конечно же, будем прикладывать все усилия для того, чтобы переселить. Всем нам очень понятно и она неприятная, конечно. Скажите, пожалуйста, а кто вот из ваших подчиненных, либо вы лично, несет ответственность за решение данного вопроса? Просто вот если вдруг, не дай бог, что-то случится, вот этот вот дом рухнет, да, придавит, не дай бог, как-нибудь из детей, либо вот героинь сюжет, да? Кто понесет уголовную ответственность? Ну, я думаю, практика и средства массовой информации достаточно такая уже обширная, и вы, наверное, все знаете, кто понесет. Ну, это... Нет, я хочу от вас услышать. Кто возьмет на себя ответственность, что уголовная? Наташа, это не моя компетенция разобраться, кто понесет за это ответственность. Ну, конечно же, на территории, как наш губернатор Сергей Иванович Морозов говорит, все, что происходит на территории муниципального образования, или все, что... То, конечно же, вина в первую очередь накладывается на кого? На главу администрации муниципального образования. Конечно же, я первый буду нести за это ответственность. Ну, а потом, соответственно, тем более это на контроле прокуратуры, соответственно, они будут давать оценку происходящего. Если не говорить про уголовную ответственность, а про моральную, вы готовы на себя взять такую моральную ответственность, если не дай бог что-то случится? Ну, вы знаете, если я вступил в эту должность с 29 декабря, наверное, я готов. Ну что ж, у меня вопросов больше нет. Я надеюсь, что данная ситуация разрешится по мере возможности. И героиня нашего сюжета действительно с двумя несовершеннолетними несовершеннолетними детьми переедет в более комфортные условия. Потому что это страшно, когда в середине 21 века у нас есть еще вот такие вот условия. Но мы все нацелены на лучшее. Спасибо вам большое. Спасибо. Проблема с душком. К сожалению, РПМ Уловка все чаще воспринимается жителями региона не только как пирожковая столица, но и как территория, прославившаяся на всю страну своей безработицей, а также спиртзаводом, отравляющим не только людей, но и окружающую среду. И сегодня мой собеседник по данному вопроса, исполняющий обязанности председателя Совета депутатов Муловского поселения, Глива Анатолий Васильевич. Анатолий Васильевич, добро пожаловать. Здравствуйте. Я предлагаю по традиции посмотреть сюжет, подготовленный нашими журналистами программы Изначительского дома «Ульяновская правда» и программы «По правде говоря». Готовы? Давайте посмотрим. Витрина Муловки – это несколько придорожных кафе, торгующих известных на всю область пирожками. Редко кто проезжает мимо и не останавливается здесь, чтобы закупиться снеги. Но действительно ли все так хорошо или за сельской идиллической картиной скрываются нерешенные проблемы? С дороги пирожковая столица кажется небольшим поселком, но первый взгляд обманчив. В Муловке живет 6,5 тысяч человек, по населению травноценны Сенгелею. Хотя Сенгелей город, а Муловка значится рабочим поселком. Проблема с трудоустройством – бич практически всех сельских населенных пунктов страны. Как уверяла сопровождающая нас глава администрации поселения Татьяна Федорова, в Муловке этот вопрос не имеет большой остроты. 70 предприятий хватает, чтобы обеспечить занятия практически всем. Конечно, уезжают и на вахту, и в Димитровград, расположенный неподалеку. Человек всегда ищет там, где ему лучше. Один из крупнейших работодателей – ООО «Гиппократ», оказавшийся в центре сразу нескольких скандалов. Предприятие обвиняли в изготовлении так называемых фанфуриков, а следовательно – испаивании населения. Доставалось заводу из-за несения вреда экологии. Мы побывали на предприятии, основанном еще в позапрошлом столетии в качестве винокуренного завода, а сейчас переколицировавшись в производителя медицинских товаров. Специфические ароматы брожения сшибают, как только мы заходим на территорию фирмы. Фанфурик у нас не производится. Я вам говорю, что у нас в цехе производится только зеленка и йод в пузырьках. Все. Остальное мы продукцию грузим в поселок Мерный, и там уже идет производство других лекарственных препаратов. Нас провели по всем цехам завода. Только вот в помещение, где разливают по склянкам медикаменты, так и не пустили. Руководство предприятия сослалось на то, что в цеху сейчас идет ремонт, и снимать там не стоит. Согласитесь, настораживает. И подрывает веру слова о том, что разлив фанфуриков прикрыт. И вообще, как сказал главный инженер, пристальный интерес к заводу не шибко нравится администрации предприятия. Раньше отходы спиртового производства Барда управлялись на корм скоту и разбирались с местными сельхозпроизводителями. Крупные игроки аграрного сектора не пережили лихих девяностых, и поэтому забывать используемое зерно стало некому. Оставляли просто, в полях. Это и вызвало возмущение общественности. В последнее время, и благодаря тому, что и усилием и правительства в области, и лично Сергея Ивановича, значит, вот на сегодняшний день Гиппократ уже предпринял большие шаги для того, чтобы это исправить. На сегодняшний день, значит, там ведется строительство завода по переработке отходов Барды, и запах, который не нравился нашим жителям, он исчезнет. То есть, практически отходов данного сырья не будет. Очистные их сооружения обещают сдать в эксплуатацию уже в этом году. Планировали раньше, но появились задержки, вызванные погодными условиями. Выброс на поля не единственный, за что обвиняли предприятия. Красивейший каскад муловских прудов стал еще одной жертвой в погоне за экономической выгодой. Водоемы сливалась горячая вода, применявшись для охлаждения чинов в цехах. Гибла рыба. Сейчас этого по заверениям хозяйствующего субъекта больше не делается. Вода предварительно охлаждается и проходит несколько степеней очистки. Или делается. Прут с говорящим названием «красотка». Даже зимой, несмотря на толстый слой льда и снега, доносится едкий гнилостный запах. Прут «красотка». В прошлом году тот же Гиппократ начал очистку дна от ила. И в этом году они продолжат эту работу. И я думаю, что мы сделаем там прекрасную зону отдыха и зону для купания. Ответ, почему с предприятиями, создающими трудно разрешимые проблемы, ведется такая плотная работа, прост. Они не только обеспечивают рабочими местами жителей села, но и помогают заботиться об инфраструктуре и социально-культурных учреждениях. В поселке много молодежи. Многие возвращаются, вкусив городскую жизнь. Родное село ближе и дороже, чем свет мегаполиса. То есть после окончания вуза вы не решили остаться работать в Димитровграде, куда-то в другой город поменять и жить? Именно вернулись сюда? Ну да, вернулась сюда, потому что как-то меня тянуло и здесь рядом все как-то и дом, и садик все имеется у нас в поселке. Довольно. Вот сейчас мы как бы дом строим. Два детских сада, две школы. Отремонтирован, ухоженный, уютный. Есть чем заняться, где работать, где отдохнуть, используя и провести время. Реставрируется спортивный комплекс текстильщик, которым, кстати, занимается муж нашей собеседницы. Сельский дом культуры построен в 1949 году, как сообщает надпись на фасаде здания. С тех пор капитальный ремонт в нем не проводился ни разу. А в 90-е и вовсе помещение клуба использовалось в качестве склада. Несколько лет назад учреждение культуры вновь открылось. Проведен небольшой ремонт. В помещениях клуба прохладно. Не арктический мороз, конечно, но эта нормативная температура не дотягивает. Однако энтузиастам своего дела погода в доме и культуре не мешает. Детский танцевальный коллектив «Пчелки» известен на всю область. Неоднократно становился призером и лауреатом различных творческих конкурсов. Мы в силу своих возможностей, мы оборудовали наш хореографический зал. У нас маленький, уютненький, скромненький, но, конечно, хотелось бы. Детей очень много занимается. В этом году мы три новых группы набрали. У нас около 80 детей, сейчас 83 на сегодняшний момент. И поэтому места не хватает. ДК попал в программу «Сельские дамы культуры» и до 2018 года должен преобразиться. Поэтому мечты о комфортабельном помещении и лучшем инвентаре в скором времени могут осуществиться. Несколько раз за день мы проезжали мимо еще одного клуба, бывшего. Сейчас здание сносят. Встанавливать его оказалось гораздо затратнее строительства нового. Прежде клуб находился на балансе совхоза. Но, увы, сельское хозяйство в Мулокке переживает те лучшие времена. Нельзя сказать, что аграрная история села среди сосновых лесов завершилась. Продолжатели есть. Дмитрий Щетинин занимается животноводством. В хозяйстве помогает ему все большое семейство. Приехали случайно с женой здесь в Мулокке. Нашли дом, купили, начали землю возделываться. Ну и так появилось пополнение еще детей. Сейчас у меня их четверо. А это значит, что несмотря на все проблемы, село продолжает жить. С неприятностями в конце концов можно всегда справиться. Как я однократно повторял глава администрации сельского поселения Татьяны Федорова, пьяницы и бездельники везде есть. Но делать их героями неправильно. Герои это те, кто самоотверженно работает на селе и справляется со всеми трудностями. Ну что ж, вот такой мини-фильм подготовили журналисты Ульяновской правды. Скажите, все увиденное, правда? Все сказано в нем? Да, конечно. Правда. Часть есть, правда. Ну есть что добавить к этому? Вот добавить, Татьяна Викторовна Федора уже сказала там в этом сюжете о том, что уже на ООО «Гиппократ» кое-что делается, сдвинулся с мертвой точки. Анатолий Васильевич, понятно, что никто не хочет выносить ссоры из избы. И тем не менее утаить проблемы, которые существуют в Муловке, уже не получается. Вот скажите, почему вот вы сейчас говорите, в 16-м году началась очистка пруда от ила? Почему тогда местные жители-то об этом не знают? Потому что, вы знаете, откачать ил с одного из самых знаменитых прудов, ну это я не знаю, это не ведро воды набрать и унести. Почему местные жители-то не знают о том, что работа какие-то производится? Нет. Или они под покровом ночи делают? Я не знаю. Минуточку, я вас перебью. Делается многое. Много сходов собирается. И в совхозной части, и в фабричной часть собирается, и людям доводим, что делается вот то-то, то-то и то-то. Вы знаете, буквально перед тем, как ехать на эту программу наведения, да, я разговаривала с людьми, проживающими в Муловке. Кто из них знать не знает, что там что-то начали очищать? Может быть, они, хотя люди достаточно с активной жизненной позиции, может быть, как-то не так на этих сходах информация доносится? Как вы думаете? Я думаю, совсем не так. А как? А как? Людям сообщается, инициативная группа, общественная палата, совет депутатов, глава администрации лично принимает в этих мероприятиях участие. И доводим до жителей, до всех. Но не будем же мы ходить по всем домам и каждому объяснять, что-то происходит. Но люди-то возмущаются. Люди должны приходить на сходы и получать информацию об этом. Знаете, вот приходить на сходы они точно не должны. А вот доводить до них информацию представители власти обязаны, правильно? Если я правильно понимаю, о чем мы с вами говорим. Правильно. Поэтому, говорят, что они должны ходить, абсолютно нет. Ну, я думаю, что сейчас, как бы, в том числе при помощи сюжета, при помощи вот нашей программы, я думаю, жители узнают, что у них пруд-то чистится. Правда, на мой вопрос, где у вас тут пруд-красотка, ну, никто ответить не смог. Может, у меня просто какое-то другое название. Мне называли еще несколько названий. почему-то красоткой, его точно никто не называет. Где Гиппократ? О, и рядом это пруд. Но название хорошее. Знаете, по принципу, как корабль назовешь, так он и пойдет. Ну, раньше действительно там и рыбы водилось очень много. И там был пляж, это у нас обустроен. А сейчас этого нет, к сожалению. Рыба плавает пузом вверху. Мы уже это совместно с советом депутатов, администрацией, с жителями расчистили место для пляжа. Думаю, если очистка будет хорошо идти, люди смогут ходить на этот пруд и купаться, отдыхать. Как говорится, дай бог. Ваши бы слова, да богу в уши. Итак, вот говорите, что перестали там сливать отходы, что улучшается инфраструктура, да, у нас там все это модернизируется. Вот честно, чем же тогда пахнет у нас на въезде в Муловку? Явно не пирожками, особенно когда поднимаешься в Муловскую гору. Крайне неприятный запах стоит. И точно не пирожками. Ну, там это на землях Муловского поселения, они арендуют, видимо, Гиппократ. И вырыли котлованы, и туда сливают барду, потому что ей некуда... Скажите, а экологи разрешили это делать? Я не могу на этот вопрос ответить. Ну, как вы не можете ответить на этот вопрос, если вы... Ну, и экологи приезжали, и... Но Гиппократ это сделал с чьего? С чьего разрешения были вырыты котлованы? Вы давали такое разрешение? Нет, мы такое разрешение не давали, чтобы они рели... Так, откуда тогда взялись котлованы? Котлованы, если депутат не дали на это разрешение? Просто они сами используют ее в своем назначении. Вот нужны им эти котлованы. Они ее используют так, эту землю. Слушайте, а если они захотят там отходы какие-нибудь радиоактивные захоранивать, вы тоже разрешите им это делать? Или прикройте на это глаза? Ну, сколько раз обращались к руководству Гиппократа, чтобы они навели порядок, и чтобы этого запаха не было. Куда-то вот... Вот они теперь решили устроить мини-заводик по переработке барды, и будут делать из барды гранулы, которые будут использоваться для кормления, видимо, животных. Но пока этого заводика нет? Ну, завод уже строится. Но его пока нет? Пока нет. Но весной он обязательно будет работать уже. То есть вы в этом уверены? Уверен, конечно. А насколько мне известно, то есть запах-то не только из-за Гиппократа, по-моему, в сахозной части есть проблемы с канализацией. С канализацией, да, есть проблемы с канализацией. Расскажите нам об этих проблемах с канализацией. Вот я бы не спросила, вы бы не сказали. Все на Гиппократ свалили. Нет, ну почему я буду сваливать на него? Расскажите нам, что у нас с канализацией в сахозной В настоящее время сбор и вывоз мусора на территории поселения осуществляет ООО «Новое время». Директор Куряев Василий Иванович. Составлен график, согласно которого производится сбор и вывоз мусора. По водоотведению 30.09.2016 года заключено конституционное соглашение в отношении объекта водоотведения в СООО «ЖКХ-сервис» сроком на 5 лет. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта водоотведения составляет 3 млн. 950 тыс. за период с 16 по 2020 год. Основные мероприятия, которые будет проводить ЖКХ-сервис. Очистка песколовки, очистка первичных отстойников, очистка вторичных отстойников, ремонт аэрофильтра, ремонт кровли насосной станции, установка насоса, установка насоса на еловой насосной станции, очистка еловых карт, очистка прудов биологических. Вот что будет делаться за этот период у нас. Нет, это то, что будет делаться. В чем проблема, почему пахнет канализацией? Канализацией? Ну, я не могу объяснить, почему пахнет. А мне рассказали люди о том, что там не работают насосы на станции. И там работники просто открывают вентиль, и все это пошло куда пошло. Были такие случаи, конечно. Но мы это следим. То есть вы об этом знаете? Мы контролируем за этим. Ну как же вы контролируете, если это сейчас происходит? Обходим КНСки. Такого при нас не бывает. Когда мы обходим их. Может быть, мы уходим, может быть, поэтому после нас они сливают пруд. Скажите, вы сами живете же в Муловке? Да, проживаем. Вы проживаете, хорошо. Вы чувствуете запах канализации или вы в другой фабричной части проживаете? Я в фабричной части проживаю. Вы проживаете не там, вы не чувствуете? Нет, ну мы занимаемся этой проблемой. Ну вы мне расскажите о том, как вы занимаетесь этой проблемой. Денег не хватает на то, чтобы что-то модернизировать, тем более очистные сооружения. Потому что нужны очень большие средства. Вот хотим войти в программу, может быть, программа нам поможет модернизировать. Подождите, а там разве не было ремонта насосной станции? Насосной станции. В недавнем времени буквально. Ну делали, да, насосы другие поставили. А как же вы ремонтировали, как ремонт проводили, если сейчас проблема все равно осталась? Неужели каких-то расчетов вы там не производили, что проблема... Вот новая насосная станция должна решить эту проблему? Или вы просто поставили, потому что та вышла из строя, новую поставили, не до конца проверили, а в итоге ситуация не меняется? Получается-то так? Надеюсь, что ЖКХ-сервис, они это и устранят. Подождите, насосная станция кому принадлежит? Оборудование чье? Вот сейчас ЖКХ-сервис. Они взяли сроком на 5 лет. То есть они должны модернизировать? Ну конечно, конечно они должны. Они взяли сроком на 5 лет, а когда обещают устранить проблемы? Период реконструкции будет с 2016 по 2020 год. То есть еще лет 5 точно мы будем... Ну это будет делаться постепенно, не то, что вот там все сразу раз и сделали. Будет делаться это, электродвигатели устанавливать, экономичные насосы, экономичные. Так что, мне кажется, будет все хорошо. Мне кажется, что там просто не по назначению были использованы бюджетные деньги, на которые ремонт насосной станции производился. Вам так не кажется? Если она новая, она должна работать. И надеяться на то, что кто-то, взявший в аренду, устранит то, что должны были сделать вы, ну это несколько неправильно. Вы можете со мной не согласиться? Могу, конечно, не согласиться. Почему не? Должен соглашаться. Все, что в наших силах, мы делаем, стараемся, вернее, делать, но не хватает средств на все. Я вам могу сказать, какой у нас бюджет поселения. Какой у вас бюджет? Сейчас я вам скажу, какой бюджет. У нас 17 миллионов 365 тысяч 820 рублей. Вот из них какие-то средства. Я понимаю, у нас сейчас очень мало бездефицитных бюджетов, на самом деле, если не сказать, что их вообще нет, да? Но, тем не менее, вот из этих денег что-то запланировано на решение проблем, о которых говорится в сюжете? Ну, конечно, это самое. Доходная часть у нас, значит, 17,365-820. Собственные доходы 10 миллионов 15 тысяч 300 рублей. 58 процентов от расходов. Безвознездные перечисления 7 миллионов 349,782 тысячи рублей. Дотации бюджетом муниципальных образований 2 миллиона 705 тысяч. Анатолий Васильевич, я искренне верю, что при таком весьма небольшом бюджете вы пытаетесь сделать все для того, чтобы решить проблему. Сойдемся на этом, да? Да, да, да. Мы стараемся, в общем-то, сделать жизнь наших граждан лучше. Собственно, на этой позитивной ноте предлагаю закончить наш диалог. Спасибо большое, что нашли время, приехали в студию. Можно я еще добавлю? Наша глава администрации Татьяна Викторовна Федорова неожиданно попала в областную больницу. И она сейчас лежит в областной больнице. Я хотел пожелать ей скорейшего выздоровления и возвращения на работу. Чтобы поправила свое здоровье. Присоединяемся. Спасибо ей. На сегодня это все. Впереди новые темы, новые репортажи, новые гости и, надеюсь, честные ответы на справедливые вопросы. В студии издательского дома «Ульяновская правда» была Наталья Васильева. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok